Это можно понять, что он открывает. Здравствуйте. У меня производство находится в городе Ворсма, Нижегородская область. Производство, ну, фирма у меня называется Ножи Яр. Работаем, ну, как бы, работаем мы уже очень давно. Продукция, вот, собственно, представлена на столе. Здесь, что я привез сюда? Я привез сюда ножи из стали 95Х18, Х12МФ из, скажем так, из заграничного. Это Кор Икс, это Лохман завод, да, то есть Д2. Это что такое? Это что-то самое крутое? Нет, 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 нет. Это просто хорошие рабочие стали просто заграничного производства. Ножи, ну, то есть, именно, если мы с вами смотрим по геометрии, да, как бы, есть вспомогательного типа, небольшие шейные ножички, вот такие вот, да, есть шкуросъемы, есть так называемая рыбка-утка-зайка, вот такие вот, то есть, небольшая разделка, ну, и крупная разделка, так называемая лоси-кабаны, да, то есть, вот. Ну, естественно, все это можно, помимо охоты, да, как бы скомпоновать и в туризм. Вот, есть более красивые вещи, да, то есть, вот такие. Это вот по русской народной сказке гуси-лебеди. Вот выжигание по рогу. Вот такие вещи. Либо отравление по клинку, да, вот такие вещи. Сделано. А где там маска? Ну, это ламинат, да. Это ламинат, здесь К110-е посередине, а по обкладке анодный никель, медь и У8А в данном случае. Ручка БКТ и макуме на обольстые задники. Вот такой хороший бочоночек. А он для чего? Ну, это тоже нож вспомогательного типа, шейный, что-то отрезать, подрезать, да, то есть, почистить. Просто он еще и красивый, да, то есть, вот даже вот возьмите в руку сами вот его. Вот вроде кажется широкий, но бочонок, он всегда очень классно ложится в руку. Да, 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 да. Понимаете? То есть, это тоже важно. Вот. То есть, ножи, опять же, да, есть для кухни вот такие вещи, да, то есть, вот полевая кухня, вот так, да, то есть, вот такой. То есть, его можно использовать именно в походах, как походник, а в то же время им готовить где-то. То есть, и все вот это вот, да, то есть, вот эта вся продукция, она, естественно, вся с чехлами, это обязательно. Вот. Ну, и каждый... Это вот... Это финк НКВД? Совершенно верно, это, да, то есть, по форме это именно финк НКВД. А сколько она стоит? Такое стоит 4 500. То есть, 95Х18, мореный граб и мельхиор в данном случае. А что берут, что самое популярное? Ну, вот, смотрите, сегодня у меня очень много побрали таких ножей пчаков. Три штучки у меня забрали пчаков, ну, вот уже... Это кухня вариант, да? Да, это такой... Это полевая кухня, либо кухня, да, то есть. И побрали вот такого типа ножей, как раз вот для готовки в лагере, опять же. Открыть консервы, что-то построгать, что-то отрезать. То есть, вот людям нравится. Мы на «Солдатика» ездим каждый год и на «Бородино» мы приезжаем каждый год. Нас уже тут знают, клиенты постоянные появились. Люди приходят, покупают. Ну, а преемственность, традиции, вот в «Ворсминге»? В «Ворсминге»? Да, конечно, а как по-другому? Ну, это изначально было. Два крупных завода, да, металлообрабатывающие. Один завод складных ножей, а другой медико-инструментальный. Естественно, как бы с железками работать можем и умеем, да, поэтому во времена капитализма, когда заводов, к сожалению, не стало, да, то есть сначала начинали с гаражей, потом опять же стали выкупать цеха у тех же разрушенных заводов, их восстанавливать, эти цеха, потому что производственная база осталась вся. А у вас сейчас что, вы цех получаете? Да, 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 у нас цех. А станки какие? Все советские? Ну, да, нет, все ленточные станки, они новые. Из советского у нас осталось только плоскошлифовальный станок, все. Ну, а почему, ну, как бы, почему именно плоскошлиф? Потому что восстанавливать его проще, чем покупать новый. А какой порядок цен у нас? Ну, смотрите, ну, в среднем обычный нож, что 4-4,5 тысячи. Самый дорогой из того, что здесь? Ну, вот вы как раз смотрели, вот он 20 тысяч, небольшой, да, малюсик. То есть я сразу обратил? Да, ну, как правило, на такие выезды мы каких-то дорогих ножей не берем, только рабочие ножи в основном берем. То есть коллекционные, так, стараемся брать что-то интересное, но не супер дорогое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...